Постараюсь очень кратко, а поскольку Альман Душа несколько раз идет статус, не стараюсь, не стараюсь, не стараюсь, не стараюсь, не стараюсь. Каневая инженерия кости вполне такое сейчас развиваемое направление. На самом деле проблема возникает, когда перелом не может срастись в своем классическом варианте, первичным натяжением. Проблема возникает, когда есть осложнение, когда есть дефекты кости, когда ложный сустав, когда длительно консолидирующийся перелом. И вот наши работы, следующие, они были сделаны, как можно сказать, они были сделаны с участниками пациентов, бойцов, которых были получены днестрельные раны. Днестрельная рана – это комплексная, комбинированная, осложненная рана, в которой затронуты не только кость, но и мягкие ткани. И, собственно, очень часто она сложена воспалением остеомиелитом и развитием пароцальной мозоли. В общем, это проблемная рана. Представьте, насколько наша технология интересна. Буквально вчера пришел драфт, это термин сообщества, мы выступали Майсером, Геннадьевичем там, и статья называется, это обзорная статья, «The view to make it successful innovation in the process of the translation of the proteins». То есть это существующие на данный момент методы восстановления кости, генеративной медицины с участием по три комбинатных факторов до гибридных и ткани-инженерных моделей или крафтов, то есть в мире все, что есть. Вот нам пригласили поучаствовать в этом обзоре, он выйдет там в относительно ближайшее время в франье, в цена, в инженерии, на франь-технологии. В общем-то, и там будет приставлен общий опыт применения, как на франь-инженерии 50 раз в Америке, какие существуют продукты в мире, это Европа, США, ну и страны, бывшие по совету Анастасия. По нашей технологии, скажу вкратце, то, что мы уже делали в начале, эта технология состоит из того, что, поскольку раны очень сложные, нужно подготовить раневое ложе. Все бойцы, которые были вовлечены в эту программу, они предварительно были подвержнуты другим оперативным вмешательствам, то есть это были не свежие раны, это не сразу отправлялись на использование метода регенеративной медицины в лечении этих пациентов. В общем-то, и полная технология состоит из двух этапов. Это подготовка раной и операционной различные манипуляции следующее, это непосредственно, скажем так, выращивание или подготовка трансплантата для трансплантации этого классного рака. Тут на слайде представлена схема создания, то есть мы используем в последней версии, поскольку технология начиналась в 2004 году, еще в Донецке в институте, мне нужно восстановиться на хирургии. Участвовали много людей, это наш доктор Владимир Михайлович Аксемец, биотехнологи, Роман Василия. Начиналось это просто с трансплантации геостаз щелевой, просто суспензии после мозговых клеток, мультивированных, как называемых. На данный этап, то, что сейчас запатентована есть в сети заявка международная, эта технология состоит из трех клеточных культивированных типов, которые использованы. Это москокосного мозга, автологичный вариант, переоставленные прогенитарные клетки, эндопериальные прогенитарные клетки. Они наращиваются в условиях культивирования инвитра до клинически значимых количеств, то есть там фактически 300 миллионов максимальное количество может быть научно. И потом происходит формирование так называемого грамма. Это засевская фонда, это может быть различный вариант, сейчас я покажу. Слева различные варианты аллогена или сеногенной кости, различным методом обработаны. Слева все компоненты трансплантата, которые мы используем, это аллогичный федриновый витрогель, это могут быть щитцы из аллогена или сеногенной кости, это комбинация. И вот определенным образом обработаны блоки при определенных дефектах продолжительных точек. Также, поскольку в производстве, к сожалению, в нашей стране ничем не регламентировано, производство таких продуктов, как такового законодательства, которое есть в Европе или в США, у нас нет, но, собственно, надо же как-то, поскольку лаборатория производства соблюдать какие-то внимальные критерии качества и вообще того продукта, что мы делаем. То есть непосредственно это при заборе материала, поскольку донор все равно, донор, но, хоть и экологичный, мы должны обследовать его на инфекции, это ВИЧ, гепатиты, ВС, это Си, и некоторые аминкоплазмы, иногда точные инфекции, там все зависит от случая. Ну, посредственно культур, который трансплантируется, по-самбекциям методом тоже перед трансплантацией делается анализ, чтобы показать, что, ну, как бы инфекционно по этим требуемым инфекциям как бы культура чистая. В данном случае это функциональные свойства анализа культуры в основном. В этом СК это фенотип и методорфункциональные свойства, которые исследуются в данном случае тут дефенцировку. Вот так вот эти культура фенотип перестанет в прогениторных клетах. И то, что мы третий компонент, который самый основной, ну, не самый основной, но один из основных ключевых, это реальный комбинит аркутерф, который получается исходить в эфирической крови концерты, в котором, в общем-то, поскольку такая эффект была, чтобы они питали трансплантаторами, добавляли в определенных количествах трансплантатора и в другом человеке. Теперь посредственная операция. Почему? И в том даре получать? Для того, чтобы посмотреть, как распределены при инкубации клетки распределяются по трансплантату, красили пропитивные лица на мертвые клетки и прялись на гиацетапа на расположение релитальных красителей на определенных фрагментах чипсовых или непосредственно фрагментах блока, то есть перед тем, как он будет отдан трансплантат операционным, то есть надо посмотреть распределение живой клетки, то есть что трансплантат зарослый, что-то не приказано может быть использован для непонятных трансплантаций. Далее было затребовано посмотреть, каким образом и в какой, скажем так, области репаративной регенерации может находиться наша технология. Вот этот трансплантат, поскольку репаративная регенерация костей, процесс очень сложный, выделяют четыре фазы, ну, мы будем на них расстанавливаться, они есть, вот непосредственно, как бы, это вопрос, в какой из фаз, при дефектах критического размера кости, вот и каким образом может наш трансплантат работать. Вот я видел красный, вот основные, после того, как произошла стадия воспаления, там, альтеранция, эксцутация, и пролиферация, и следующие пять недель, и следующие три-четыре месяца, вот основные фазы, когда-то идет образование референцированной конюрной структуры, образование уже непосредственно гендианной костной структуры, это, как нам называемая, стеоидная свежая кость, вот вполне возможно, вот во второй период этой стадии, как мы, если так истраполировать, мы этот процесс, как глимитируем трансплантацию нашего эпидемента. Ну, и вот последняя стадия, если все хорошо, у человека, этот перелом заживает в течение, там, до 12 месяцев, если там нет, мы все-таки слышим. Еще одно интересное, как я уже сказал, что, поскольку мы работаем с администрейными рамами, это сложная, комбинированная, сложненная травма, вот, то очень часто на месте возникает администрейная стеменевит, и прежде чем трансплантировать наш граф, необходимо ввести называемый менеджмент, то есть делать обработку раненого ложа, то есть непосредственно если мы кладем или трансплантируем трансплантат в область, где есть инфекция, понятно, это все идет актуризис, лизис, это все течет. Собственно, честно сказать, был у нас единственный такой случай, когда вот результаты глимута, в связи с тем, что она была неадекватна подготовлена. Далее, в течение нашего инвитроэксперимента мы смотрели взаимодействие трехклеточных типов двух моделей. Прямое взаимодействие, когда клетки непосредственно общаются посредством тех моральных сигналов, которые мы уделяют, и прямое взаимодействие, когда мы непосредственно сажали клетки вместе в различных вариантах различных комбинаций, чтобы посмотреть, каким образом секретом влияют друг на друга, и каким образом контактное взаимодействие влияет на друга. Это Пока просто приведено трехклеточных типов иммунофенотип, то есть так называемый критерий костевой этики. В общем-то, по всем критериям эти клетки мало чем отличаются, именно страна, ДМСК и переноскальные клетки, естественно, клетки эндотелиальные или своего определенного фенотипа, и соответствующие цифра совершенно всем критериям, которые сейчас общеприняты, требуются для того, чтобы показать идентичность клеточного типа, с которым же цифровым переноскопом. Далее, по уровню экстритов экспрессии мы смотрели некие костные. Матогенетические протеины – это ДМП-2, ДМП-4 и ДМП-7. Вот нужно посмотреть, что в базальном варианте, непосредственно в максимальной экспрессии наблюдалось импатериальных клеток. Зачем мы смотрели такие еще факторы, как остеопонцин, щелочная фосфатаза, остеопонцин, а также два транскрипционных фактора – ДМП-2 и Остерикс. То есть нужно посмотреть, что тут такие данные разбросаны, но тем не менее основные, скажем там, остеогенно значимые МПТ и остеогенно значимые ланкёры, они экспрессировались, это и остеопонцин, и остеопонцин, и щелочная фосфатаза. Собственно, обратите внимание, что Остерикс – фактор костной транскрипции, он также очень высокий в эндотериальных клетках и самый низкий в переоставленных клетках. Дальше говорим экспрессии трёх типов – это фактор роста фипрогласа основной и фактор роста сосудистого эндотерия и имение универсального фактора. Вот тут можно посмотреть, что его продукция максимально была в траммальных клетках, как у основной здоровой переоставленных клеток. Далее, к прямому культивированию, там, когда мы сеяли в микробелл на лунке, основная культура эндотерия сеялся внизу, а непосредственно на старт, мне всё отсеялся, какой-то из типа были, или это были в основном острове переоставленные, потому что, как бы, такую полностью трёхмерную систему сделать мы не попытались, потому что потом уже многовекторность и много, скажем, данных, много относятся к других. Поэтому мы решили занимались как-то исследовать в парах различных клеток эндотериальные клетки с костномозговыми, адотериальные – с переоставленными, или костномозговые – с переоставленными. А в определенном сочетании. Вот здесь, если посмотреть как бы на этот чарт, то там, где, ну, было многое сделано, но там, где мы более-менее где-то нашли различия, это при непрямом культивировании. Вот, как раз оно отмечено, это костномозговые москали эндотериальные клетки, один к одному, на седьмой день значительно вырастала их продукция. Вот в такой паре, то есть они друг с другом взаимовествовали, и по этому макру будет более стерген. В этой паре в этом сочетании. И также еще, по челочной профатазе на седьмой день непрямого культивирования, вот так сработало повышение челочной профатазы в паре костномозговые москали, переоставленные клетки, как один кодом, и переоставленные костномозговые клетки. При прямом культивировании, когда уже непосредственно где-то смешивается и прямым контактами растут, на настоясь сильнее, значимые различия мы увидели при сочетании костномозговые москали, это реальные прогенитры, один кодом на седьмой день. Вот здесь мы увидели, это метод минерализации, то есть когда мы делаем минерализируем культуру с овизориновым красным, потом полиметрическим методом снимаем экстракцию, то есть воплощение краски, вот максимальная, скажем так, минерализация атомных соотложений она взлеталась вот в этой паре. Костномозговые москали, к от от риалеadem mamma. То есть уже взаимодействие просто с тромазинками, в данном случае, к от от риалеоскали с от от риалеайными хлебами значение значительного седанного реализации матки, тераповая. вполне, наверное, было бы достаточно, если применять дальнейшем работать с этим раскладатом, то есть проваливать фракцию, пройдя только костномозговые мозги, и дополнять их реальными, без перевозка. Клинические результаты такие, за все это время, которое сочинено технология, до 2014-2015, где-то с начала 2018 года, пролечены эти методы на 47 пострадавших, какая-то где-то все бойцы, как нестрельная рана, 49 дилет комплексных, располагались различные авторизации, и еще предотвращались до 80-х парков. Опять-таки повторюсь, это те люди, которые, это был метод, скажем, откачая, последний, они до этого получали лечение, у многих рекомендовалась аммутация конечностей, и вот долгий кран для того, чтобы лечение и конечностей были спасены. Примерно по статистике, в госпиталь поступали после ранения в среднем 14 месяцев, количество хирургических вмешательств до применения этой технологии, вот смотрите, она просто огромная, от 5 до 27, то есть в конце была уже просто ампутация, ничего не помогало, то есть просто говорили, что извините, вам все уже, давайте мы просто трижем ноги, но некоторые ребята были очень сильны, говорили, что еще раз подойдешь, булоку-бью, прям интересно, мне хочу эту технологию, я хочу орданов перекачивать технологию, я хочу, чтобы они спасли конечность любую, даже последним, вот если методом отчаяния, тем методом. Многие могут помогли. Ну и некоторые случаи, как бы, если есть ароматологи, покажут, я не ароматолог, я не технолог, я не технолог, я покажу, как улевые ранения, 11 месяцев после, 6 месяцев после трансплантации, после месяца после трансплантации, здесь использовался, так сказать, медленное наложение, постнитесь на ружье, а после трансплантации, в нашем трансплантации. Следующий клинический случай, до костной, до костной обозоны, в следующий случай, дефекты большие, ну, не 14 сантиметров, это полный значительный дефект, потому что дефекты до 1-2-3 сантиметра, они уже не заживают, там, 2-3, значительный дефект. Вот тут объем большой, 50 кубиков объема гостей, перебылось восстановить, мы делаем это, восстановить. И стопан, в одном случае, тут взрывно-раскольчатый, левые стопы, клесневые кости, дефекты, 9 месяцев после ранения, из трансплантатов, 5 месяцев после трансплантации, вот, пожалуйста, функциональный результат, то есть, стопа по хоро-спромушингу. Спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, наблюдаете ли Вы этих процентов после завершения реабилитации, какой максимальный срок, зашедший после успешной процедуры восстановления костей, так сказать, это, пожалуйста, так сказать, первая трансплантация была сделана в октябре 2014 года, сейчас у нас 19-й год, в общем-то, собирается база какая-то, мы ее еще не анализировали, некоторых бойцов очень тяжело, скажем так, поймать, достать, потому что ноги обратно идут в свои пальцы, но уже тяжело, и некоторые, скажем там, случаи, они не обращаются, пациент не обращается в двух случаях, когда ей все очень плохо и ей все очень хорошо, но некоторые есть, вот у нас был боец очень тяжелый, очень сложный, мы его видели в августе, и он отместка пришел на своих двоих, у него там было две, две конечности, нога и кости, плюс него, не плюс него, на поле. Спасибо. Еще. Большое вопрос, мне спасибо большое. Спасибо. Спасибо.